Здравствуйте, добрый день, добро пожаловать в моя мастерская. Яна Иванцова, художник, дизайнер, декоратор и мастер по лэмпворку. В интернете увидела бусину, прочитала, что такое, что есть вот такое замечательное занятие лэмпворк. Я очень загорелась прям моментально, но когда я почитала сколько нужно затрат, чтобы организовать мастерскую, я сама себе запретила об этом думать. Но через пару лет, попав на мастер-класс по лэмпворку, хватило нескольких уроков, чтобы влюбиться в сам процесс. А далее шаг за шагом мечты стали реализовываться. Мастер-классы у итальянских мастеров, выставки, и вот, наконец, собственная мастерская. Стоишь, люди подходят, интересуются, смотрят, восхищаются даже. То чувствуешь приятно, вдохновление, хочется сделать что-то еще. Яна Иванцова поклонница классического итальянского стекла. У него широкая цветовая гамма, оно не особо тугое, и работать с ним достаточно легко. Но к созданию украшений мастер приступает не сразу. Требуется вдохновение. Ну как это не фотографировать? Такая красота. Для вас это вот как наглядное пособие, что в дальнейшем должно получиться? В принципе, да. Потому что зимой нам уже негде будет полюбоваться цветами. Поэтому вот это очень помогает. Сначала я рассматриваю, да, делаю фотографии. Потом я леплю из пластилина, вот, например, мак, подснежник. Заготовки из пластилина безупречны в своем исполнении. Это практически точная копия того, что получится в стекле. Вот получается изначально форма из пластилина, а вот то, что я сделала вчера. Ну это вот практически уже конечный вариант, да, вам осталось только вот небольшие нюансы добавить? Да, да, да. Уже фурнитуру подобрать, то есть посмотреть, что лучше из этого получится. В коллекции художника не только ювелирно созданные броши и кольца, но и популярные бусины Пандора. В их создании тоже есть свои секреты. Разные переходы, из-за чего это все получается? Тоже смешивание цветов. То есть получается наложение одного цвета на другое. То есть где-то цветочки, где-то полосочки, где-то точечки. Вот, и благодаря этому они сделаны из нескольких цветов. Тут, в принципе, четыре цвета всего. А выглядят очень разнообразно. Чем больше опыта и знаний, тем интереснее изделие. А Яне Иванцовой, как и любому художнику, хочется творить. Мягкие переливы цвета, мелкие вкрапления, прожилки на стекле. Результат тонкой и кропотливой работы. Но перейдем от слов к делу и понаблюдаем за самим процессом. Я, получается, сейчас нагреваю стекло для того, чтобы сделать маленькую бусину на спицу. Это будет основание, к которому я буду крепить лепесточки. Надо, чтобы металл тоже нагрелся, иначе стекло не прилипнет к нему. Нагреваем до красна. Сейчас сплавляем до однородности, чтобы спираль сплавилась. Вот более-менее ровная площадка получилась. Это основание. К нему мастер поочередно прикрепляет каждый лепесток. С помощью пинцета придает форму. Из тонкой полоски стекла выкладывает тычинки в центре сердцевину. В арсенале Яны масса медицинских инструментов. И всего несколько секунд, чтобы воплотить желаемое. Стекло быстро остывает и становится неподатливым и хрупким. Чтобы придать ему прочность, отправляем в печь. После того, как бусина обожжется, а происходит это не сразу, обжиг происходит в течение часа, а потом температура постепенно спадает. Поэтому готовую бусину мы можем достать только на следующий день, уже остывшую. Вот такая милая брошь получилась в финале. Звучит странно, но факт – это украшение из муранского стекла. И сделано оно не в далекой Венеции, а у нас в Челябинске.